Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 с фонцией и свидетельством о ней в самых высоких словах фактически сопоставляя вполне со святоотеческими образцами и со всей традицией. Вот. И вот в этом плане мы видим, если разрешить, я попытался составить такой план. В языковых записах и в школах на Священное Писание и на Новослужебные тексты по цепоте явно заметно этот подход. Ну, трех составов. То есть мученичество. Как? Состоящее из трех частей. Это подготовительный период, который будет вся жизнь, терпение скорбей, как бы его, возрождение, подвиг. Затем сам подвиг и затем его итоги, его результаты. Вот это вообще так устроен мир в прошлом, настоящее и в будущее. Если мы возьмем урослужения наше, мы тоже это увидим. Вот именно подготовительный период всегда есть. И в таинствах, потом само таинство, потом мы выходим с миром из жизни. Это тот итог, который мы обретаем. И вот в этом смысле мне видится еще в очень удивительно тоже сочетается видение личного подвига в сопоставлении с эпохой. И вот здесь я хочу переходя к этой трех составности, я потом попытаюсь это все по порядку так расположить. Мне кажется, здесь есть некая аналогия вот с замечательной молитвой. Мы можем это взять так себе на заметку, как такой поэтический образ, который нам даст возможность многое выяснить. Это молитва Златоуста, это литургическая область существования святой дороги. И мы видим как раз этот трех составностей на этой манике. Как уже быть и причащающийся, вот трезвение души во оставление грехов, приобщение святого и благо Духа, исполнение Царства и Лебесного, трезновение и ежедневение в том числе. Вот подготовка к почву, вот трезвение души. Трезвение души – это то, что очищает, то, что готовит почву для того, чтобы когда Илья тоже могла, как на живую плодоносную землю, то как отобесение упасть. И затем восстановление грехов, приобщение святого и благо Духа, то есть сам подвиг, само. Для мучеников это означало свидетельство о Христе именно как исполнение. От исполнения Духом Святым они могли фактически исполнить, повторюсь, слова Христовы о мученичестве, собственно, мученичестве посвященные. И вот Святой Дух будет говорить через вас, именно говорить о будущем подвиге мученичества. И последняя часть этой молитвы о исполнении Царства Небесного – джерзновение между себя. Вот итог мученичества. Исполняется Царство Небесное, и святые обретают джерзновение, поэтому по их смерти, собственно говоря, и являются эти благодатные дары, и становятся они достоянием всей Церкви. Вот. И теперь мы будем перейти в следующую. Вот. Итак, первая часть, вдохновительный. На самом деле, конечно, мы о том, что значит больше таких мыслей. Именно этой части посвященны. Потому что суть подвижничества – это фактически львиная ноги всего у нас, привет. Вот. Но здесь важно другое. Вот. Обратим внимание, как он находит именно в контекст подвига мучеников, он находит, то, что предуготовило их. Вот. Вот. Вспоминали в немских младенцах, толпуя, известный стих из Иоанна Иоанна Матфея, касающихся страдания младенцев, их мученичества. Он пишет. Так, от благочестивого корня, от которого родился простой и простой сердцем Давид, и потомство оказалось достойным высших участия и мученичества. То есть, важно, чтобы была традиция. Важно, чтобы это свидетельство святости, этот образ святости, как идеал, он переходил из поколения в поколение, тогда вот от этой среды может появиться истинный мученик. Это одна тема, вторая тема, это следующее. Он рассматривает стихи Родотворитель из службы сорокам мучеников и всевастительства. Умом прессиленней и душей мужественней. Сила ума и мужества страдания свидетельствует о благородстве и нераскленности духа. И есть условия и возможности мученичества за Христа. Вот он фактически тоже, по большей части, у нас в мире, обращена к тому, чтобы воспитать вот эту нераскленность духа. Чтобы те, кто именуют себя христианами поистине, пусть имелись к высокому, подданному, жизнему христианам святостям, а не удовлетворялись бы формально своим отношением к истинной вере. «Все же сие есть дары благодати Божией, которые Господь подготавливает и очищает верующих скорбями». Вот этот путь. Откуда может явиться мученичество, как не из малого, а исповедничество. Исповедничество в малом, в том, что человек терпит, упускаем и пропустит. Далее мы посмотрим на то, как Отец Консий смотрит на общецерковные такие, то есть в историческом плане. Вот как может Церковь себя готовить, вот тем, как мы испытали. Что является причиной? Исповедничество, во-первых, он определительно находит такую простую, совершенно такая простая мою мысль. И вот, все ясно. Все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшую. Вот причина сгонения институции. Вот от чего этот мирный дух мучает, от чего они не ожесточаются против мучителей. Это их, конечно, просто состояние сердца, безусловно, по этой подготовленности. Но еще и от видения, от знания того, что мир не знает. Что фактически они повторяют духом своим слова Христовы. Не видят, что творят. То есть, это не так просто. Отец фанты формулирует и тоже совершенно удивительно. Следующая мысль на эту положенную тему. Сие сказано, что мы не соблазнились. И так не нужно соблазняться гонениями за благочестие и правду Христа Христов, являемые в жизни на словах и в делах. Может ведь дойти и христианство. Эта мысль у него повторяется не раз. О том, что именно христианство, то, что говорится в ветхозаветной церкви, то, что там, где Христос изучает фарисеев, это все и будет, и может повторяться, это и повторяется, и должно повторяться. Потому что это обращено Словом Божьим и вам, и обращено к христианам. Зачем же им нужно? Только для того, чтобы знать о том, что было когда-то. Это для того, чтобы они сами были это постигнут, чтобы они сами это восприняли для христианства. И вот, когда шла вновь и евреевский царь, то извращено понятие о христианстве, отношение к нему убийства. А далее, вот есть такой момент непосредственного перехода от подготовки к ученичеству, к самому ученичеству. Кстати, сказать здесь надо в минуте о высказании, в поменах о священной истории, о романе Медведе, который, пройдя с его христианом, который вообще много, он, собственно, еще много выстрелал. И вот его исповедник Кольчина последовал уже вскоре после вот этих ненасимых страданий. Он говорил, что надо себя готовить, потому что это предстоит. Это может коснуться. И особенно в те времена, когда это все было совершенно очевидно, и, в общем-то, начинало грозить, можно сказать, партнер. И вот после подготовки, непосредственно, непосредственный вход в страдания, вот капли, которые происходят, как он пишет, что иное нести крест, иное быть на кресте, или иначе самому быть крестом. Последнее относится к кресту. Если ты еще только несешь крест, то помни, что только этим готовишься и идешь к распятию, как-то Христос нес свой крест по пути на долгу. То же самое, его подобная мысль в его толковании, объяснении стихиры из службы святого Парфирю Гаску. Там говорится, «Брался с миродержца, морить ему и плоском вооружившись, тем же неизложил, если с ним он на рвание плосков». И вот тут отец Фонзи приходит к такому выводу. Итак, подвижничество есть такая же борьба с дьяволом, как и мученичество. То есть он связан из одного с другим. Вот благодарительный перерыв и сам плод. Но есть разница в том, что подвижничество побеждается плоть, а мученичество сам, из-за всех ее отношений. То есть он смотрит на все аспектически, он смотрит очень глубоко и по сути. Но что главное мученичество? Победа над самым главным, крутейшим врагом человеческого спасения во всех отношениях. И вот о подвиге мученичества, конечно, нельзя говорить не, собственно, Христову. Я сегодня об этом говорила, и не раз о том, что они воспринимают божественную святость мученика. И как это видит Отец Путин, это тоже можно вчитываться практически в каждое слово. «Если при душевно-телесном истощении Иисуса Христа на кресте, поверим в силение ему на продвижение к концу, божество его как бы скрылось от его человеческой природы, ибо ему, божеству, не свойственно страдание». И он упоминает об этом, об этом, об этом, о предсказе, о благосказанности. «По преподвиги святых, преподобных и особенно мучеников, бывает, что по мере усиления такого истощания, божество, наоборот, стремится соединиться с другом поближеного. Вот что очень важно. Вот это то, на что, что была основой веры учеников. Вот есть знаменитый такой в ЖЦЕ, мученица-перпетуй, которая была в тюрьме, и она должна была родить ребенка и причала. Она рожала ребенка, да, рожала ребенка, причала. И стражник римский говорит, «Ну, ты вот обычная женская, не можешь потерпеть, и до завтра тебе предстоит за твою веру казнь. И неужели ты думаешь, что ты то, что будет там, то есть те муки, ты это потерпишь?» Она говорит, «Сейчас я страдаю как человек, а там я самому будет Христос». И вот это вот есть фактически отражено в словах Отца Понтия. И дальше он пишет. «Так происходит, потому что Иисус Христос был искуплением и в гряду за нас, а мы пользуемся ради него уже под любовью Божьей». И всегда этот, вспомните, кстати, кто исследует на это обратите особое внимание, делает вывод, как это должно относиться, какое это имеет отношение к нашей жизни, как будто бы о таких высоких предметах речи, а мы тут включены. «Нет» — это вывод по всему друзей. То есть нет оснований бояться. И о приспоношении Симона Киримейского. Симон Киримейский поднес приезд в книгу жизни, в Евангелии прошло не только его имя, но и его детей, имена и его детей. Если доставили Симона, а не кого-либо другого внести в крест Христа, пишет Овец Понтий, то значит он чем-то оказался близок ему. Не выраздновали в нем хресту, отсюда и в урок христианин. Если действительно налюбишь Христа, то разделишь их Христа. Вот то есть что, исканство — это не мечтательство. Это именно вхождение в жизнь Христов, жизнь в христе, именно вот так вот шаг за шаг, беспрепенность определенная. И она венчается, если говорить о высшем подвиге, венчается молча. Остановываясь именно подвиги мученических, кстати сказать, действительно, очень много мыслей. Я только сам не такие яркие собрали. Каждому верующему, я буду проявлять эти слова Цапонтика, каждому верующему достигать свободы действия в нем Святого Духа, чтобы он сам свидетельствовал на Христе Святого Духа и Святого Духа. Это что? Это те самые слова благоуста, в этой средней части молитвы, то есть именно приобщение Святого Духа, это является мученическим до конца. Дальше. Святые мученические, подвигничество, жизнь реальная, как будто бы она не вызывает. Нету повода. Но повод, подвигничество есть всегда. А чем оно высоко подвигничество? Потому что подвигничество – это бескромная мученическая и сущность его заключается в совершенном без саможелениях умраждения ветхого человека, что немыслимо, без великих болезней и душевных интересов. То есть он возвращается в той теме, в воздавительной части. Продолжаем дальше. И «Враги Христовы» – «враги Христовы» – «мудростью слова – явление божественной силы». Да, они свидетели этих страданий мучеников, и они не могут ничего противопоставить. Но что дальше? Их цель – сокрушить терпение против макрестового подвижника, но, главное, который имеет в своем основании божественную любовь. В своей основании. И вот если человек через воду достиг определен 3, такой ли ум, через который преимущественно выражается в виду, горит в день, так ли сохраняется ясность и трезвость его и способность терпения. Вот что воспламенял его, содержало, порой в продолжительных страданиях многих мучеников. Вот поэтому их пытались, именно древными заключениями, какую-то такую длительность его изнурить, но именно потому, что любовь не доставала, они терпели. И вот теперь мы переходим к обобщению, обобщению заставившись всей церковной жизнью, именно в этой эпохе мученичества. Как в жизни одинного верующего, тем более обуздываются им не только страстные и естественные пожелания, тем свободнее и сильнее становится он духом. Так и в жизни святой церкви. Чем стесненнее внешние обстоятельства ее жизни в мире, тем она могущественнее и свободнее во внутренней своей жизни. Так мы не можем не вспомнить вот эту эпоху коленицу, что мученичество. Второе мнение, то, что именно на этой эпохе спонсик, то есть гонение Римской империи. Как это было в первые времена христианства? Во времена мученичества христиан за веру и истину в первых восьмых веках, он еще одну особенность подчеркивает, в них единственное духо за Христом сказывалось в том, что оно обнимало из души тело, так что восхищение всего существования, небесная радость, делало их выше страданий. Вот, собственно, то, что даровал им Христос. Вот какими плодами Христовой победы они пользовались. То, что было ответом Божиим на их верность. И дальше мы берем те мысли о соборе, касающиеся... Я такой о том... Одно вот для... Так, на краткости... О том, что... С чем выходит мученик Иисус? Что является подлинным плодом мученичества? Святые мученики и высшие святые принимают на себя всю злобу и неправду врага. Это сам момент мученического. Кому-нибудь нужно их принять от себя. А вы с одной стороны разрядите утолить злобу, а с другой обличить неправду. И для самого врага, и для разумных врагов. Что мы знаем? Кто для мучеников? Как обращались к вере? Люди, видевшие их сверхъестественное, поистине, терпение. Это для них дар Божий. А за свое страдание они получат особую благодать Божьей. Не способны же столь великому подвигу, лишь борются с писанием. Тогда лишь победивший их, и враг способен к этому... то есть вывести и показать их Богу и не держать. Да. Удивительный такой параллельный момент находит он там с известным великосубботним армансом в отец Польте, в богослужении Иоанном Иоанном Милиградскому сочетку. «Я, пусть Тобой выдержан и до конца не одержан, Змей бесплодный во плоте Твоим терпением, и того крепость угасе и лютое мучительство, Христу флотил Божьи». Итак, что же своим подвигом совершает ученик? Он берет, удерживает и до конца не долгает вязать. Вот это, вот суть, это берет, удерживает, и мы видим тоже, как по пунктам он слышит в этих побудовновенных словах бинотворца, он слышит, он чувствует дыхание церкви, он чувствует, что такое, что раскрывается в богослужении о крупе биночки. Насколько велика сила оправдания и освящения, данные предельщики воспринимают. Так что, из рожденных женами, уже он оказался выше всех. Насколько велика любовь его, ибо он оказался в благодатной жизни Святой Христианской Церкви, управителем калящихся грешников. Какова должна быть сила любви, чтобы иметь разновение накладательства за ним, каково противление дьяволу, каково сораспятие стражащего мука. Здесь он благодатным, как бы, прицезрит предтечу Господа Иоанна, который для него, безусловно, величайший и совершающий взял подмежника, и мученика тоже. Так мы можем вас снять, вот это очень важная мысль, что спинается больше, чем при жизни. И вот тут мы как раз переходим к последней части, что именно мы так часто обращаемся к святым, думая, что вот там поможет, там помогут, потом наша жизнь не меняется. и вот свидетельствовать за комплексы по этому поводу. На самом деле. Сегодня завечать благослужение и причтение Мои Гороны, Мои Гороны, Мои Святому, для себя это самое все, естественно, для печати все делалось, поэтому это такая глубокая личная вещь. Но слушайте в самую суть. В меня вошел помысл на приятность и сладость и почитание меня после Мои смерти как святого. И тотчас Господь исцелил меня от всего усложнения таким функциям. Я пережил тяжкую боль в сердце, отбывающую у святого при таком почитании. Сердце стало как бы раненым или больным. Понял я, что в какой степени святого почитают, такой же его проспинают, либо делают его участником в своей жизни со всеми его очистительными греховскими орлями. Ужас сперва взял меня. У меня явился вопросом, могу ли я принести подобное распятие? И точно же явилась у меня мысль. Это же и есть распятие Хреста. Вот есть мученические акты, которые свидетельствуют о том, что говорили древние. Одну цитату такую недавно я с ней так напомнился, приведу из мучеников Федерана Парфоменского «Малоизвестное житие». Он говорит, «Чем больше умножались страдания, тем сильнее в нас становился тот, тем сильнее становился тот, кто претерпевал их внутри нас». Вот такое риотик. Здесь то же самое. Вера, Бориста. И надежда на него, на то, что он приблизится сам, и даст силу эти терпеть, только она превозмогает ужас перед самими страданиями. Значит, я его крест понес, и отпал меня всякий страх. Осталась лишь серьезность, глубокая строга. Хорошо. И вот плоды. Мученический облик. Тоже находим вот такие размышления. И на цепоте его вскоре в его разрушениях над богослужением и над священным писанием. Это за богослужением на богослужение. О мученице Фиатросии говорится, что она пробег по прониму дарила. Чем выше плодвиг, тем совершеннее победа над врагом Христом. Пожертвовать своей жизнью за Христа. Поразить врага, этот дьявол у нас. И другая мысль. Абиф, всемудрый, самочудный, и горе славный, общий составивший верный миг, в радости на нескольких обступать нам, страскатироваться и смесеряться, душам по мученическим, от Бога сия до 10. Сдебываемо разумно зрить. И вот, что извлекает, что понятие из этого церковь стихира. «Мученикам за Христа да нам благодать и безбулными очами души все совращающиеся над землей». Вот какое-то нам великое утешение и вдохновение. Главное. Вот его разрушение о… вот это вот уже разом подближаемся. Конечным итогом мученических комнатах. Он это видит уже при жизни своей, как свидетель и глубокий почитатель мучеников. Надо сказать, что в Мехновской общине читали мучеников еще в те 20-е годы. Он вот в одном из писем, всем рекомендуют прочитать книгу «Чека», которая называется, которая была видна, естественно, на Западе. И это был очень важным моментом воспитания христианского духа общины. Святыми стоит мир, то есть тем духом. Святыми стоит и современная Россия против свободного действия дьявола в коммунизме. И вот дальше разорлива мысль. Именно то, что касается видения мировых каких-то процессов. У него находилось очень много мыслей. Вот одна из них. Падение русского народа, революция, большевизм, коммунизм. Есть спасение мира, особенно Европы от них же. А восстание русского народа от него, что, несомненно, будет, как говорится, в 20-е годы, будет и воскресение мира для его жизни. И далее приводятся слова с посланием кремленов, которые так и дальше он делает вывод. «Надолго» – нет. «Ибо даже Божие обратятся на служение страстям, чего Господь не потерял». То есть здесь комментарий, наверное, не слышно. И вот очень важная часть его размышлений, фактически посвящена целая глава его мыслей в первом томе, касающийся церкви и истории. Он пользуется известной такой, можно сказать, общепринятой классификацией, разделением истории церкви на все периоды из 2-й и 3-й книги «Апокартеса». Там 1-й период – апостольский, 2-й – мученический, дает Анастасимовский, и так далее. Вот что он пишет. Чем сильнее дьявол против мира, в такой и еще большей мере после пришествия Христова дается миру благодать для победы над дьяволом. Вот такое великое утешение. То есть Бог никогда не посылает искушение выше силы. Всегда благодать в Терристе. Что дальше? Возьмем, обратим внимание на 4 периода непосредственно связанных с мученическим. Раз это наша тема. Всему времени дьявол достичь совершенной силы. Действительно, Христос пришел тогда, когда он действительно весь мир погрязал и разревся. Ну, совершенно. И что? И власть над миром. И Христос дал силу своей церкви, которой дьявол был поближен. 12 человек. Изменили. Так. Когда дьявол мечтал. Совершенно не что ли? Вот этот период в римской гамине можно действительно сопоставить совершенно мечтали. Не должен он быть так. Так было. Значит, сказано Римом. О христианах. Но Христос исполнил его богатство на дороге, и она осталась живой. Тут как раз самое суровое гамение. Семиана и Римлетиана. Оно как раз встретилось в полной немощи дьяволу. И после этого, вскоре еще несколько лет, то есть у Миланских тоже самое. И дальше, касающиеся уже наших близких к нам, каким-то понятным времен. Когда дьявол был пятый период, пятый период, как раз вот это гонение, и вот это станции неоднократно связывают этот период гонения в советскую эпоху. То есть с пятым периодом. Далов была искусить святую церковь свободы. Вот она получила свободу. Вот она. Четвертый период патриархан. Так очень. Выходим... Что происходит после февральства? Когда изгоняются, когда изгоняются, когда изгоняются политические архимусы, сколько адвокат это происходило, голосованием в альянске, там, в виде инградоктерусе. Это искусение свободы. Ну, это такой один из примеров. И она стоит в дабре истины и святой. Это весь, кстати, эпоха. Это, можно сказать, похвала в коллегере эпохи на новомучнику, который исповедует российский. Вот. И, наконец, последний период. Диалог опущен будет на семи на святой церкви. То есть, уже полная, казалось бы, невозможность существовать. И что тогда? Будет совершеннейшая полнота благодати данной святой церкви. Но она делит любовь к Богу совершенную. Вот о чем свидетельствует, отец Фонтизмин. Это совершенно паразитная мысль. Вообще, вот эта часть его наследия, конечно, требует особого внимательнейшего изучения. Вот я хотел бы закончить уже. Его личным таким отношением к святым. Вот мы видим, он слушает такие рядовые, он про нас сам читал. И он их так вымел, он этих святых как бы лично, к ним обращался лично. Вот здесь он обращается ко всем чинам святых. Преподобные и посмельники праведные и блаженные. Вы приняете своим взберением, святостью, кротостью, послушанием, воздержанием, посмелительницей. И вся приемная набрадительницей. Вас, душа моя, любит и отдыхает слава. Обратите внимание, какая безупречная точность славы. Мученики и исповедники, вы удивляетесь своим мужеством, терпением, ревностью, благородством и всякой другой высотой духа. Высотой духа стал. Самой главной. Вами дух мой восхищается и живет с вами. Апостол, у вас душа моя учится всякому богатству истины, добродетелю, которому есть Бог. Божия Матерь, ты радости только людей, но и ангел. Господи Иисусе Христе, тебе обращены взоры всякой твари, ибо ты для всех все. Я мог бы на этом закончить, но закончу, чтобы как бы подвести такой круглый итог, чтобы загруглить, так сказать, наше собрание. Я хотел бы процитировать слова человека, о котором сегодня прекрасно будет поговорить, Александр Николаевич Ульянов, Слова, в которые я верю, являются подлинно свидетельствами. Слова отца Николая Ульянова обращены к старшей пикновской общине, Анастасии Николаевны Тарецкой. Господи, Души и нашего любвиобильного сердца, ваших песен, желаю всем вам во свете света от ифриемской звезды младенчески рековать верой правды и многие годы годы путешествовать к небесным врагам в орден святых обидов. Там небесный Иерусалим, там слава мучеников, там вечное солнце Господь наш Иисус Христос, там дорогой Бабушка Отец Константин. АПЛОДИСМЕНТЫ